здравствуйте друзья у нас сегодня гости неожиданное внезапное гости но так я представляю как зовут юля неожиданно это редкое имя вчера вот тоже было юля но их группе три юли правда да одна брюнетка у нас была вчера на экранах сегодня рыженькая а блондинка местнее еще не договариваться но может быть мы ее тоже как-то бог любит троицу правильно значит откуда будем откуда будем боже мой это очень интересный и сложный для меня вопрос откуда значит так начну наверное с того что я родилась в киеве там я и закончила университет прям вот этот вот киевский национально-лингвистический так ага это не только киевский госуниверситет нет еще какой-то иньяс вот закончила и как как только я закончила я собрала свой рюкзак и отправилась долгое путешествие поэтому когда вот это comes to the question вы откуда я не знаю но расскажите о вашем путешествии собрали вы рюкзак собрала я рюкзак и отправилась я в далекую латинскую америку подождите какие языки то вы изучали английский немецкий но потом пришлось получить испанский португальский все это во время учебы в университете нет в университете учила только английский и немецкий так с чем же вы в латинскую америку не с чем просто желанием по путешествовать узнать культуру людей и заодно изучить вот новые языки я здесь вот это вот это вот как вы там вот это вот это она как-то всегда ко мне приходила я не знаю серьезно я не знаю абсолютно как-то происходило как я вот копила все четыре года какие-то деньги а я делала переводы деньги которые получала за переводы я складывала и вот по продюсер я их собрала и улетела а там я всегда находила какие-то волонтерские работы примеру я могла жить либо подработать либо ты жил там за еду и жилье к примеру в латинской америке как там еда нормально очень вкусно ну то есть пример в бразилии в аргентине самое действительно самое замечательное мясо но у нас тут я не знаю если там кто в других странах живет но в сша есть бразильские рестораны вот у нас тут бразильские есть их несколько вот я знаю тут на местности они подороже будут но действительно там очень большое разнообразие мясного и довольно вкусно очень вкусно но все равно она немножечко конечно не то но это как любая кухня конечно лучше the source хорошо то есть вы подумали чё я работать то буду поеду я гулять по миру но я бы не сказала вот просто так гулять все-таки это было своего рода работой и обучением тоже своего рода я очень много чего научилась и а у вас не было такого что вот приехали в какую-нибудь аргентину и вам вас прямо хватает за руки выходи за меня сам уж там никуда больше не еть я бы собрала наверно если бы я сказала что такого не было так но вы не в пить не как-то не загорелись и нет не загорелась то есть вам в киеве больше мальчики нравились а не нет не особенно просто не встретился правильно хорошо значит аргентина бразилия куда дальше а парагвай урагвай эквадор колумбия а это что как-то вот с паспортом как у меня украинский паспорт поэтому практически вся латинская америка открыта единственное что на то время нужна была виза в чили нужна была виза в колумбию нужна была виза в уругвай ну как бы я пошла и сделала то есть вот так на ходу раз и виза ну не раз надо было идти делать это все дело но как бы это то есть никто вам не говорит там насколько вы что что собираетесь делать не да да конечно но просто я не знаю у меня может быть из-за того что у меня был от мой паспорт настолько проштампирован они как бы понимали что я ну хороший наш человек ну да как бы там не останется не будет здесь жить хорошо итак сколько времени это путешествие по латинской америки заняло два года так ну поездили по латинской америки потом куда потом куда потом обратно в киев так и потом я встретила своего мужа так то есть он еще не знал что он был чей-то муж а вы его встретили нет я должна вам сказать я встретил своего будущего мужа молодой человек был короче да встретил молодого человека в киеве вот не поверите где где в библиотеке я когда вот с женой познакомился только я был на втором курсе но заканчивал второй курс она заканчивала первый и мы поехали в киев и вот но она правда жила в центре там на пушкинской и вот мы строили в подземном переходе и она мне сказала вот вот если мы здесь простоим 10 минут мы встретим сразу много людей которые знакомые люди и действительно стоять 10 минут и перед ним подходили какие-то люди говорят привет там вот и я с тех пор знаю что встречи все встречаются на крещатике да конечно так хорошо так встретили мужа и чего а ну он оказался американцем да много неожиданно а он что встретил вас и говорит ой давай жениться нет я я готовилась к вступительным экзаменам на магистратуру и вот я сидела в этой библиотеке и так случилось что он потерялся он был в украине мы просто он тоже путешествовал а как оказалось потом он тоже вот да да именно так и он знаете как где в киеве вот национальная библиотека возле автовокзала он ехал из одессы на автобусе и он перепутал библиотеку то есть автовокзал с библиотекой и вот оказался в библиотеке и говорит что вот я потерялся кто-либо тут говорит по-английски а в библиотеку без билетика пустили просто так заходи любой человек если хотите вот вы будете возле автовокзала и хотите в чистый туалет пойти там рядом есть библиотека и билетики не спрашивают так хорошо а ну вот оказалось так что как бы я говорила по-английски поэтому велике это ему помочь мы разговорились и так получилось что казалось что и он и я участники вот такой вот группы как каучсерфинг вот как раз его хост в последнюю минуту отказал его принимать я говорю ой а у меня у меня было у бабушки день рождения до бабушки день рождения это собирается там все и все родственники все друзья что-нибудь бабушка такая шебутная да ваш конечно конечно и поэтому я говорю слушай ну у меня у бабушки день рождения если хочешь попробовать какой-то украинской кухни там заходи ну и плюс я как бы понимала что он наверняка окей потому что он тоже путешественник то есть свои ребята и я его туда пригласила и ему очень весело отпраздновали бабушкин день рождения я извиняюсь бабушки сколько было то 65 нормально боевой возраст да вот и вот так как бы завязалось наше знакомство так подождите так вы тут же и замуж или еще нет 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 мы потом очень долго вместе путешествовали потому что мы поняли что много путешественника и вот чего бы те дни путешествовать вместе удобно а ему он был постарше помладше а ну вот мне 25 и ему 31 но тут момент нет на этот момент а тогда это а то есть вот то есть вы все еще вместе но не но мало чего я же я спрашиваю конечно как знать-то ну да мало ли там встретились так подождите значит вы с ним путешествовали но но это не долго продолжалось смотрите закончили в институт я так соображаю закончил институт 22 года девочки там обычно 21 22 два года по латинской америки там 23 вернулась киев тут он если вам сейчас 25 то вы не то что много времени прошло что вы там где-то еще путешествую мы знаете я наверное рассказала историю upside down да потому что я встретила и да и рассказала upside down значит когда я училась в университете я путешествовала только по европе но как только я закончила университет я поехала в латинскую америку на один год потом я вернулась обратно мы с ним познакомились и мы еще один год путешествовали обратно по латинской америки а то есть второй год вы уже вместе были да да понял понял хорошо таким образом вы с ним путешествовали путешествовали а вы какие-то планы строили вот допустим путешествуем мы с ним и и дальше что да был план путешествовать вот ровно год выбрать страну которая нам больше всего нравится и там собственно приземлиться и уже начинать такую серьезную жизнь и как бы settle down ну так как же вы выбирали ну вот мы объездили нам нравилось нам действительно нравилась латинская а вот мы объездили практически вот весь континент и мы пришли к поводу что перу вот перу наша страна и мы туда переезжаем ну и мы были готовы туда переезжать а как же вот виза статус там постоянного жителя за деньги ну как-то делать ребята если кто вот допустим чего так и перу есть да не перу ну кстати замечательно конечно но экономика не настолько может быть сильно как в астроне или или в америке конечно но все равно очень очень интересная у нас народ симпатичный специфический такой но вообще да они очень доброжелательные и приветливые люди так но могут ее зарезать если что но это мексики больше в центральной америки больше в айландии хорошо значит решили выжить в перу и а да и мы решили да мы будем жить в перу я приехала обратно в киев он поехал обратно в америку чтобы там собраться как-то все это дело организовать правильно легально и как бы уже встретиться там и я как раз получила и никогда почему-то не было в америке у меня даже никогда не было туристической визы и мы подумали что было бы неплохо перед тем как переселяться в перу чтобы я приехала сюда в америку и познакомилась с его родителями да а то действительно ну да как то то есть он уже говорит давай жить в перу но уже как себе и мы так и сделали я прилетела сюда по туристической визе я познакомилась с родителями мы там они обрадовались вам конечно мы месяц даже полтора мы здесь были мы ездили вокруг америке и смотрели что уже здесь на машине и последнюю минуту нас ограбили два часа до самолета нашего в перу нас ограбили где было в лос-анджелесе было дело так что мы из феникса аризоны взяли автобус не берите никогда там публика да очень специфическая мы приехали в лос-анджелес и у нас было 8 часов ну да и мы думаю 8 часов что делать пойдем встретимся с друзьями вот мы пошли с друзьями и оставили все абсолютно вот абсолютно все вещи в машине вот но очень глупая затея обычно у меня всегда машину оставили где а вот скейдрилл возле скейдрилл вот прям возле вот этой greyhound bus station in LA но это собственно вот начало скейдрилл то есть ты как бы ты не хочешь там быть ну вот то есть мы не поехали к друзьям на своей машине с вещами нет нет мы просто этом припарковали и пошли в ближайший бар заведения вот и там мы веселились съели пили гуляли и праздновали наше отчаливание и вот когда время пришло отчаливать да мы поняли что отчаливать нищего документов нет или что вообще ничего нет так вот друзья и остались ну да ну хорошо так подожди но после того как вы документы восстановили там и так далее вы уже решили не ехать никуда или что а у меня остался единственное что у меня осталось это был мой паспорт это единственное что поэтому неплохо это это было очень хорошо остальное все ну то есть абсолютно все да было потеряно и ну мы как бы мы не могли уже ехать то есть у нас не было ни одежды у нас не было как давно это было ну вот два года тому назад хорошо последующие два года вы что вы пошли на расписались это или как да да мы расписались в библиотеке потому что мы не у вас вегасе нет конечно нет мы расписались в фениксе напротив библиотеки потому что мы познакомились библиотеки и мы кстати продолжаем эту традицию когда мы едем в новую куда страну мы обязательно делаем фото на фоне библиотеки так но хорошо так все таки два года вы чем занимались но вот поженились поначалу я не могу я не могла работать города по краям делать там все эти документы но у меня была небольшая работа я получала переводы из украины и я бы переводил то есть конечно это были ну ненормальные деньги для этой страны ну символически что-то что-то было а вот потом когда я уже получила документы конечно достаточно сложно находить здесь была работу потому что у меня нету никакого местного опыта работы у меня нету никаких ревьюз а кем вы хотели работать какую работу было сложно выходить я хотела изначально я хотела работать по специальности то есть по моему моя специальности а специально что преподавал психолог у меня была достаточно очень интересная программа в иньязи психология плюс два иностранных языка а где господи ой но психологом что в школе что ли где психологом а нет в идеале я хотела работать в HR это вообще другая профессия ну психологов туда очень берут в Украине а перед тем когда я готова была перед тем как я чудо вот не уехала меня брали в Nestle HR хорошо да ну языки и знали там может поэтому да ну ладно и так вы хотели в HR вы хотели это работа и американцу я вам сказал ребят американцу тоже трудно на такую работу попасть дело дело даже не в том что человек из другой страны это вообще работа такая много желающих так скажем да и таки да в университетах есть профессия такая HR то есть вы можете закончить университет по HR то есть к примеру в Украине у тебя может быть там к примеру психологическое образование но ты можешь туда все таки прорваться а в Америке да нужны сертификаты на любую профессию ну на многие да да и так значит тыр-пыр значит в HR не берут чего дальше ну и пошла я работать вот просто across the street в магазин продавцом да ну и что продавали я работала ну как бы что продавали ну продавцом чего ну как косметика алкоголь одежда одежда обувь а если бы добрались до Перу вы бы там кем работали а там я получила работу перед тем как затеять всю эту идею канцелор в школе как то есть вы уже настолько свободно владели испанским на то время он был у меня на приличном уровне да хорошо а что за это время ушел но тут есть ведь с кем поболтать да ну это такое это не профессиональный уровень то есть тут можно поболтать на таком как бы деле ну да теперь вы проживали то эти два года где ну все началось с Феникса с Аризоны потому что мы вот в ту же ночь из Лос-Анджелеса вернулись и нам не было куда идти поэтому мы остановились у моего мужа родителей дома и там мы собственно с ними ну вот и прожили практически 3-4 месяца пока мы немного так ну не восстановились и не смогли жить отдельно а у вас и страховки не было чтобы вам что-нибудь компенсировать там дело в том что машина была не наша да и у этого парня не было страховки для тех кто там может не в курсе дело в том что я не хочу в тонкости страхования забираться но есть вещи которые в машине как бы все время присутствуют вот если у вас их украли как-то то это страховка автомобиля покрывает а если вы в автомобиле перевозили что-то ну допустим ехали там не знаю маму навестить и бросили там назад кожаную курску за тысячу долларов например то это будет покрыто страховкой дома дома да вот поэтому home insurance поэтому в принципе если бы так вот уж американец такой нормальный попал бы в такую ситуацию которая где-то живет у него есть там страховка и так далее то ему в общем в значительной степени компенсировали бы это все да ну хорошо ладно значит жили вы в Аризоне да пожили мы в Аризоне там вот я поработала в магазине и потом мы переехали в Остин в Техас то есть вы и по Америке погуляли я смотрю так да в Остине как в Остине хорошо если вы любитель музыки если вы любите опять же там мясо барбекю да да но если вопросы погоды жары жарковато повышенной влажности есть есть это очень сложно вот мне было сложно именно из-за повышенной влажности и жары так чем вы там занимались? там вот там уже у меня начался более интересный более профессиональный опыт мне удалось поработать в европейском IT стартапе и я была personal assistant for the CEL я начала с этого я закончила project management хорошо так а как же вас я извиняюсь в QA это занесло к нам в школу то? Юля у нас учится сейчас вот группа началась там неделю назад да ну и как же вы к нам то попали? я бы наверное и не попала если бы с этим стартапом все продолжало быть окей да но так как это стартап то есть ну можно представить как бы они все выживают ну вот к сожалению бывает немного не срослось и плюс так как я сказала он был европейский у них офис и 90% сотрудников находились в Лиссабоне а я вот здесь в Остине и мне было достаточно сложно с этим разрывом в 8 часов даже бразильский 9 то есть я вставала у них уже практически заканчивался рабочий день то есть на какой-то период времени вот бразильский там год то есть вы португальский свой использовали? бразильский? немного да мне немного хуже чем испанский но тем не менее да на какое-то время это работало но честно говоря вот мне потом стало достаточно сложно пристраиваться к их schedule потому что после осени мы переехали сюда в Сан-Диего в Калифорнию вот с августа и разница в часовом поясе стала 10 часов добавилось пару часов да то есть это было очень неудобно и плюс у них тоже вот начали вот эти стартаповские проблемы и я решила думаю так это было очень полезно и интересно вообще узнать и как-то немного open the door to the IT а как вы знали про нашу школу? что мы есть? у меня есть очень хороший знакомый с которым мы собственно учились в Анязе который вот два или три года тому назад закончил школу и вот он таким был очень интересным где-то в Устуусе? да он туда остался локально хорошо так вы приехали подойти а муж-то где? вот он остался в Сан-Диего хорошо ну то есть вы собираетесь поучиться и туда или как? я собираюсь поучиться и туда ну вообще в Сан-Диего я поняла что вот где я только вот не бывала Сан-Диего вот это мое место это классное место очень классное я согласен Сан-Диего прекрасно поэтому конечно я буду ставить ставку на то чтобы получить какую-то хорошую работу там если нет я хотела бы поговорить обратно Остин потому что там тоже хорошие перспективы и там неплохо да Даллас может быть Хьюстон там еще пожарче и еще повлажнее да но в целом в Техас как-то можно жить вот на этом и закончим снежку не хватает конечно да пальм наверное вот таких сан-Диегорских свежих да они там не настоящие в Сан-Диегорских а привозное все ну что конечно там свое не растет а здесь тоже он пальмит со всех сторон это все привозное даже не знала да ну ничего страшного зато красиво растет да да красиво растет хорошо значит вы у нас уже сколько четыре урока отрубили да по четвертый день ну и как вот впечатления какие понятно что-то понятно понятно у меня такое ощущение что вот я играю в пазл и вот я его так складываю с каждым уроком но огромное огромное количество информации абсолютно новой поэтому конечно что-то может быть не до конца понятно что-то сразу понятно ну да там на самом деле понимаете у нас такой курс интересный что там сложного нету ничего но там много простого вот потому что его много и вот это простое то есть вот как Юля правильно говорит что этот пазл должен сойтись да потому что много-много-много и даже не как как же это оно вот так вот поэтому интернчик важен конечно когда уже в компания говорит боже мой вот же оказывается же все просто ну что хорошо а у вас какие там друзья заводятся вот три Юли да да нет у нас отличная очень отличная группа все очень интересные и дружные а у вас есть там я помню одна девочка из Индии там была и мальчик один был из Индии да по-моему у нас даже да по-моему один мальчик из Индии и девочка из Индии остальные все русскоговорящие да я кстати была очень удивлена огромное количество людей из Украины это потому что группа такая приезжая то есть у нас группы которые местные там больше индусов чем допустим русскоязычных но поскольку группа приезжая то приезжают в основном люди вот которые не знают то ли наш канал смотрят то ли откуда они там про нас знают но по всякому случая приезжают вот наши соотечественники больше вас там из Львова трое да? да 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 ты девочек из Львова любимый город и они не знали друг друга раньше да Львов красивый да Киев тоже довольно симпатичный мне Киев очень симпатичный вот я первый раз вернулась в Киев за пару лет за пару лет вот прошло весной и я была удивлена мне очень понравился город он как-то то есть уже после Майдана и всех да несмотря как бы на вот эти аспекты ну да сам город мне показалось что он совершенствуется ну что же хорошо ладно Юля давайте мы вас отпустим значит заниматься вам надо глубокими и прочными знаниями зарядиться муж за вашими успехами следит там скайпе как-нибудь он позванивает или говорит уже уехал и там нет нет конечно нет но времени действительно не столько много да мы ну как общаемся конечно там с самого утра и поздним вечером но очень достаточно кратко а вот вот я так вопрос такой может быть наивный но вот вы такая с такими красивыми волосами длинными вот если вы сядете у вас не получится чтобы в клавиатуру у вас западет ну почему я же могу их и так положить и не знаю заплести косичку а ну то есть нет конфликта такого нет ну хорошо а то я думаю надо же так вот красиво богато и потом не вытащишь ну что же ладно друзья я понимаю тех кто говорит так она же замужем ну сори ну так она замужем но во всяком случае у нас вот есть я пытаюсь сообразить а у нас и 1 июля была замужем да и третья а вообще девчонки они замужние больше да я бы сказала вот так вот вот так вот ну ничего зато вот можно посмотреть да в атмосфере такой праздничной находиться ладно давайте мы с вами попрощаемся с нашим зрителем а вот знаете что вы какой такой необычный эмигрант но все таки вы наверное насмотрелись всякого и вот в этом смысле тем более что у вас такой международный опыт вот что важно человеку знать о том что вот чтобы жить успешно жить вписываться встраиваться в какую-то иностранную жизнь что важно я бы сказала надо быть открытым надо быть открытым к абсолютно разным опытам которые могут произойти надо быть открытым к познаниям как культуры так и языка традиций ну и наверное не бояться пробовать угу ну хорошо а вот такие вещи как допустим человек плохо знает язык или нет ходовой профессии вот эти вещи как легко решаются или это действительно реально так вот сложно нет опять же как бы я ну если обсуждать английский язык мне кажется что на сегодняшний день это просто как бы must have угу ну опять же вот к примеру у меня не было никакого опыта использования знаний изучения испанского я достаточно быстро выучила испанский находясь в латинской Америке только потому что ну опять же у меня было огромное желание и я понимала что ну это необходимо иначе ну иначе я не могу функционировать а говорят что испанский для вот русскоязычных проще изучать я согласна то есть там как-то нет заморочек с произношением а нет нет у них точно такие же р да такие же практически звуки и легко читаемый легко читаемый язык жаль шок на латыни уже никто не говорит а то бы так знаешь так раз ну хорошо давайте значит наша традиция такая значит вы правой рукой я левой рукой мы так значит машем и говорим привет пока пока давайте машем пока